хорошо так как у вас дела настолько хорошо насколько можно было ожидать до очень хорошо хорошо итак вы не хотите немного рассказать мне о себе моя мама на самом деле поставила меня на дистанционное управление вместе со своей мамой мной много лет назад я всегда удивлялась как она знает все что я делаю и тогда все встало на свои места большинство родителей узнают об этом через друзей или через кого-то еще но она знала все верно мы играли в игру которая называлась зонт и вы угадывали слово которое у кого-то написано на вещица но она всегда знала что это такое потому что дистанционный нейронный мониторинг верно о позвольте мне остановить вас всего на секунду и так это сьюзан и бербел да хорошо она находится на дистанционном нейронном мониторинге и я понимаю о чем вы говорите потому что девушка которая поставила меня на дистанционный нейронный мониторинг она всегда знала что происходит и она звонила мне она звонила мне на телефон в самое неподходящее время для нее, чтобы позвонить на мой телефон, сэр, она сделала бы это нарочно, потому что она всегда знала, что происходит. Да, моя работа сделала это. Я больше не работаю, но меня преследовали на работе и заставили уволиться до того, как меня уволили. Верно. Многие целевые люди проходят через это. Да, но на самом деле я получила инвалидность. Хорошо, да, я работаю каждый день, но это очень сложно, потому что с трансляцией, с их нападками на меня и искусственной телепатией это очень сложно. Я приношу извинения за такую обратную связь. Это первый раз, когда я даю интервью, поэтому до меня доносятся какие-то странные звуки. Он прекрасно смотрится на моей руке. Хорошо. Да, я не совсем понимаю, что происходит, так как давно вы пользуетесь дистанционным нейронным мониторингом. Всю мою жизнь, но я узнала об этом только с тех пор. В 2012 году. 2012 год. На самом деле я начала видеть вещи за несколько лет до этого, но да, 2012 год. Хорошо. Я был на связи. Я не знаю, как долго я занимаюсь дистанционным нейромониторингом, но с тех пор я знаю об этом. 2014 год. Все в порядке. Итак. Да. Первые люди, которые продвинулись вперед, были в 2012 году, это те люди, которые постоянно спрашивают, что она сказала. И они повторяют все, что я говорю. Он также спрашивает, она спит? И она говорит, что спит. А это не значит, что она спит. Это значит, что она как бы отключилась. Хорошо. Когда они впервые заговорили со мной в самом начале, они так и поступили, я слышал, как они разговаривали друг с другом. Но на самом деле они не признавались мне в этом. Они не признавали меня. Они будут вести себя так, как будто он нас слышит. Он нас слышит. Вы знаете так, что, но они и они будут говорить обо мне, они будут говорить обо мне, но они не будут. Они ничего не скажут мне напрямую сначала. А через некоторое время они действительно начали говорить со мной напрямую. Они не разговаривают со мной напрямую. Так продолжается уже целых шесть лет. Хорошо. Люди по соседству тоже со мной не разговаривают. Но я слышу, как они вау. И я ставлю их просто в пример всему, что произошло. Они хлопают дверями. Когда я вставляю затычки в уши, они хлопают дверями громче. Я знаю, что это они. Да, когда это первое начало происходить со мной, они звучали так, как будто кто-то был на моей крыше. И вот я вышел и проверил свою крышу, но на моей крыше никого не было, но они могли издавать эти звуки с помощью искусственной телепатии. Искусственная телепатия не обязательно должна быть просто разговором. Это может быть любой звук. Так вот, однажды я был в гостиничном номере и они. Они сделали так, что казалось, будто они сверлят отверстия в стенах. И вы знаете, я подумал, они устанавливают камеры, но им не нужны камеры. Они могут видеть по трансляции, так что им не нужно нигде устанавливать никаких камер. Верно, но эти люди действительно это делают. Я знаю, что это так. Я могу сказать по тому, как они себя ведут, когда я их вижу. Они немного нервничают. И просто я могу сказать, что это были не только они, это были два предыдущих соседа. Да. Вполне возможно, что это ваши соседи. Часто это обычно кто-то очень близкий вам, кто преследует банду. Это не так. Многие люди думают, что это правительство и какая-то программа, но на самом деле это не так. Просто это связано с кем-то, кого вы знали, или с кем-то из ваших близких, у кого есть доступ к нейронному мониторингу. Ведь вы знаете, что все эти люди, которые это делают, находятся на одном и том же нейронном мониторинге. У них просто есть одержимость, и все это в сети. Это на веб-сайте, где они могут контролировать все настройки вещания и с кем они хотят быть подключены. Хорошо. Когда моя мать умерла, она должно быть отдала его кому-то другому. Я не уверена, кому именно. Верно. Да, я имею в виду, что они могут торговать, они могут торговать, продавать или раздавать нейронный мониторинг людей. Это похоже на современную торговлю людьми. Так что это способ, которым они могут это сделать. Существует целый черный рынок бандитских преследователей, людей, у которых есть нейронный мониторинг. Они размещают на нем, кого хотят, а затем они могут завладеть профилем этого человека, потому что вы должны смотреть на него, как на социальную сеть. Что-то вроде Facebook или что-то в этом роде, но в нем есть все настройки для трансляции искусственной телепатии и контроля сознания и кого вы хотите видеть. Будьте на связи и поговорите с ним. И если они хотят продать ваш нейронный мониторинг или или продать доступ к вашему нейронному мониторингу, они могут это сделать. И это один из способов, это один из реальных способов, которыми сталкеры банд действительно зарабатывают деньги. Это продавать доступ к своим прямым трансляциям того, что они делают с вами. Да, на самом деле есть много людей, у которых есть мой, вы знаете. Хорошо, хорошо, один человек действительно владеет им и тогда они могут позволить этому одному человеку разрешить другим людям получить к нему доступ. И они могут зарабатывать деньги на каждом из этих людей. Таким образом, за последние четыре или пять лет к моему нейронному мониторингу обращалась, наверное, сотня разных людей. Да, несколько человек получили доступ к моему. Верно. Я не могу сказать, сколько их. Итак. Но… Испытываете ли вы какие-нибудь приступы? Да, я знаю. У меня был синдром беспокойных ног в руках и ногах, и они перестали это делать, когда я сказала им, что когда они это сделают, я выну затычки для ушей или вставлю их в уши. И поэтому, когда я перестала вставлять затычки в уши, они перестали это делать. Это было своего рода соглашение между нами. Да, я не смог прийти ни к каким соглашениям со своими. Они не очень разумны. Да, по какой-то причине им не нравится, что я ношу затычки для ушей. Хорошо. Я не уверена. Да, затычки для ушей помогли. Что? Затычки для ушей помогают. На самом деле, так оно и есть. Хорошо, я ношу. Мне часто нравится носить наушники, но я держу их подключенными к штекеру, я имею в виду наушники Bluetooth. Они подключены к моему телефону, так что я получаю все свои уведомления и все такое. Но, похоже, это не дает им беспокоить мои уши, потому что они много чего делают с моими ушами, но это не способ заблокировать это. Кажется, это просто немного мешает им. Хорошо. Ну что же, у меня от них действительно дергается нога. У меня бурсит в ноге, потому что моя нога постоянно двигается. По ночам бывали моменты, когда я даже не могла заснуть, потому что она так сильно двигалась. Верно. И ему не нравится, что я играю в некоторые свои игры со своего планшета. Они заставят меня заснуть, пока я так в них играю. Прекратите. Ну, вы знаете, эти люди, они связаны с вами, так что они связаны с вашим разумом. И они знают, о чем вы думаете. И часто, если их не развлекать, они будут пытаться повлиять на другое направление вашей деятельности, чтобы они могли больше развлекаться, сэр, что происходит? Верно. Ну, на самом деле мой день состоит не из чего особенного, так что я не вижу, как их развлекает то, что я делаю. Хорошо. Я играю в своем наряде и занимаюсь росписью бриллиантами, вот и все. Я говорю многим людям, что на самом деле не имело бы значения, если бы вы просто лежали в темной комнате и делали что угодно, потому что вы так думаете. Именно то, как вы думаете, их заинтриговало. Так что эти люди, если вы можете представить себя связанными с ученым-ракетостроителем, а затем просто скажите, например, что вы были обычным идиотом и связались с ученым-ракетостроителем, а затем то, как они думают, и думают о внутренней работе ракеты и обо всем этом, а затем это излучается в ваш разум. Так что теперь у вас внезапно сносит крышу, и вы чувствуете себя гением. Так что для них это как наркотик. И во многих случаях, когда они остаются на связи с кем-то, это потому, что они не так умны, как этот целевой человек и им нравится, как работает ваш разум. И они очень заинтригованы и это заставляет их чувствовать себя возвышенно. Таким образом, они подключаются к нам так, как будто вы их любимый наркотик. Да, я должна сказать, что я умная. Так что… Если бы это было не так, они, вероятно, не были бы очень заинтересованы в том, чтобы постоянно связываться с вами, так как же давно они делают это последовательно, практически без остановки. Эти соседи живут здесь уже 6 месяцев. Соседи до них были там в течение многих лет, и они тоже это делали. Значит, это случалось с вами каждый день в течение многих лет? Да. Они не могут оставить меня в покое, если они действительно куда-то уходят, что бывает очень-очень редко. У них действительно есть няня, которая приходит и присматривает за мной. Верно. То же самое и с бандой сталкеров на моем канале. Они не делают ничего, кроме как сидят на контроле сознания, и они очень зависимы от того, чтобы полностью контролировать разум и заниматься этим преследованием банды. Так что это все, что они делают. И на самом деле они не очень часто выходят из дома. Я знаю, кто это делает, и со мной тоже. И я знаю, что знаю, кто они, и я знаю, где они. Да, и ночью я должна ложиться спать, когда они ложатся спать, потому что мне нельзя бодрствовать, пока он спит. По какой-то причине я могу сделать что-то, что он пропустит, или что-то в этом роде. Поэтому он сделает все возможное, чтобы заставить меня спать по ночам. Да, они могут использовать определенные настройки вещания, которые могут вызвать у вас сонливость. Это примерно то же самое, когда они активируют определенные настройки вещания, когда поскольку они могут с помощью этой гарнитуры управление разумом, которую они носят. Они могут жить виртуально как трансляция, но пока они это делают, их физическое человеческое тело находится в состоянии сна. Они называют это кататонией, и они как будто проснулись. Это похоже на то, что они могут бодрствовать в режиме трансляции, пока их тело спит. Так вот почему они могут делать это 24 часа в сутки. Часа в сутки. Верно, но они действительно ложатся спать по ночам. Некоторые из них так и делают, да. Да, обычно они любят спать по 8 часов. Но в последнее время я обнаружила, что они встают посреди ночи, потому что знают, что я сплю всего 2-4 часа ночью. Испытываете ли вы что-нибудь похожее на сексуальное? Потому что, позвольте мне объяснить, многие сталкеры банд, когда они соединяются друг с другом с помощью контроля сознания, могут чувствовать чувства друг друга. И во многих случаях это становится сексуальным. И так преследователи банд, которые связаны со мной, часто вступают в сексуальные отношения друг с другом группами людей. И многие другие жертвы, с которыми я разговаривал, испытывают то же самое. Так вы испытываете что-нибудь из этого? Я делала это год назад. Предыдущие 2 или 3 года, первые люди в моей голове, парень, с которым я занималась вместе, да. Хорошо. Значит, это трудно, не так ли? Это так? Это так. Это полное вторжение в наш разум. Да, вы действительно чувствуете себя так, словно занимаетесь сексом. Верно. Именно так нужно это сказать. У меня не было и 5 минут уединения за 4 года. Эти люди были там, у них есть комментарии, когда я иду в ванную, как только я просыпаюсь. Им есть что сказать о каждой маленькой мысли, которая у меня возникает. И это очень трудно. Очень трудно терпеть этих людей, особенно если вы умный человек, и вы на самом деле не знаете, если вы думаете сами за себя, что на самом деле не хотите всего этого загрязнения. Что таково их мнение? Их разум для меня это загрязнение окружающей среды. Хорошо. Вы знаете, сначала я подумала, что они видят меня так, как если бы смотрели на меня. И поэтому мне было неловко идти в ванную. Мне было неловко делать много вещей. Верно. И до самого недавнего времени я знала, что они смотрят моими глазами. Это заставило меня почувствовать себя немного лучше, но мне потребовалось много времени, чтобы заставить их смотреть. Да, это так, это так. И вы, возможно, захотите знать, что они могут видеть то, что видите вы, но они также могут видеть вас без трансляции. Так что они могут это делать в обоих направлениях. Это просто зависит от того, как они это настроят. Поэтому им нравится транслировать на отражающую поверхность, и тогда они могут наблюдать за вами с этой отражающей поверхности. Но они могут наблюдать за вами с любой поверхности или с любой, только не с трансляции, а с отражающей поверхности, как, например, телевизор, который не включен. Или, как у моей бабушки, есть эта бронзовая табличка, и они, я знаю, что они наблюдают за мной с этой поверхности, потому что, когда я смотрю на нее иногда, я вы можете видеть их там, где они есть, и это способ передачи слов. Но они также могут видеть то, что видите вы, и если вы закроете глаза и представите себе что-то, они тоже смогут это увидеть, чтобы наблюдать за вашими снами. Но вы знаете, я принимал душ в темноте примерно первый год, и я не смотрел на свои интимные места и ничего такого. Я подумал, о боже, они могли видеть то, что я вижу. Просто посмотрите в зеркало. Да. Да. Сначала мне очень неловко. Это очень агрессивно. Да, это так. Вы привыкаете к этому, как будто вы мальчик или знаете? Да, да, вы действительно привыкаете к этому. Когда я был ребенком, мой папа играл в лиги по боулингу, и он давал мне доллар, чтобы я поиграл в видеоигры, а я был так застенчик, что не хотел подходить к прилавку и просить четыре четвертока. Вы знаете, мне было страшно разговаривать с людьми. Теперь они в значительной степени избавились от страха сцены, так что я работаю над всем этим. Поэтому я стараюсь извлечь пользу из плохой ситуации. Хорошо. Вы можете только принять это и принять таким, как оно есть, потому что лучше от этого не станет. Верно. Вы изменили его, так что вам придется с этим жить. Да, это так. Пока так и есть, но мы собираемся. Мы собираемся что-нибудь придумать. Мы собираемся найти какие-то решения. У меня много дел. Я поговорил со многими людьми. Я знаю, как они это делают, так что мы на пути к цели. Это долго не продлится. Я надеюсь на это. Я научилась с этим жить. Я научилась принимать и, к сожалению, менять свой распорядок дня, потому что я ненавижу, когда они диктуют мне, когда я сплю, что я делаю. Но я должна это делать, чтобы со всем этим все было в порядке. Верно, верно. Хорошо, не хотели бы вы дать еще одно интервью в будущем? Я постараюсь сократить свои интервью примерно до 20 минут, и у меня есть еще несколько человек, так что я был бы рад, если бы вы вернулись на мой канал, если хотите. Это было бы здорово. Вы не хотите рассказать нам, откуда вы родом? Из Невады. Это недалеко от Лас-Вегаса. Хорошо. Итак, я нахожусь в Атланте, штат Джорджии, и это происходит по всему миру. Я разговаривал с людьми на многих континентах и во многих странах, и это происходит повсюду, и это будущее. Контроль над разумом транслируется сейчас, и это самая большая проблема, с которой когда-либо сталкивалось человечество. Так что мы, как первопроходцы, говорим об этом. Верно, я знаю. Я никогда раньше не слышала ни о чем подобном. Я знаю. Это действительно так. Хорошо, что же было приятно всех вас видеть. Это Сьюзан из Невады. Она находится на дистанционном нейронном мониторинге, а я Кевин Кристиан, и я на дистанционном нейронном мониторинге.